всем привет с вами не агара мы продолжаем проходить final fantasy 7 и должны сейчас слетать к лауду а где-то это было если я не ошибаюсь вот вот это место рядышком так что тут можем высадиться да замечательно возвращаемся снова эту деревеньку сейчас еще посмотрим что здесь можно будет купить продать снова ведь сюда не за припасами пришли лезьте без очереди в этом магазине все мое я должен потратить деньги я копил как ненормальный на черный день вроде этого а эти дороги бегите нож двигай деньга добро пожаловать благотворительный магазин магазин любви и мужества чем я могу вам помочь маги нам чем-нибудь эфирчиков хочу прикупить у тебя 21 эфир у меня всего нас правда там есть еще вот что много до супер мега эфиры первого феникса 45 нормально среднего зелья достаточно лечить ненормальные статусы палатки не открыть все в порядке там мы хотим тебе что-нибудь продать или мы все уже продали да пожалуй кристальные перчатки ухты это для тифы прикольно оружийца я прикупила но еще пока у нас ее не было поэтому поэтому мы не поставили а золотые знаете что я хочу продать золотые наручники где это потому что я меняла на кристальные серебряные очки так золотой браслет по 8 штук продаем да я уверена потому что там у нас кристальные наручники и они намного круче все все ребят так большое спасибо пойдемте еще посмотрим по поводу материи что у нас что у нас есть ну и пойдем уже к клауду к музыка здесь чокоба бегает добро пожаловать налички здесь всегда рады мы по здоровье плюс мана плюс 2 как раз для клауда и тифы и мана плюс тоже на вам так изменения гравитация разрушения небо лечения было бы неплохо ну ладно нет ничего не надо вроде как вроде как поэтому мы сейчас идем ой прямо в доме где у нас там лечился клауд это где-то здесь ну что какой какой у меня номер все еще ключ этого что мы должен быть свой номер все без толку я не понимаю ни слова клауд что же мне делать что если ты до конца своей жизни не поправишься оба а что такое происходит на улице приближаются они приближаются что-то сказал клауд а проклятие что черт возьми происходит ну как надо выйти посмотреть наверно тифа ты со мной не пойдешь его нет это она что творится шинра что это поток жизни фонтана пробился на поверхность земли проклятие это это паршиво сид что случилось ничего ты клауд внутри оба быстро но я и не переживай ты так я крепкий орешек будь осторожен крепкий ореш хорошо я пошел вот так это монстр черт это пи оружие и сам подходящий момент мы не сохранились ну хорошо давай ты пи давай давай что мы реально вызывали мама мне страшно так ладно но мы вроде как и нормально титана позовем нормальном состоянии поэтому рамуха зовем так что он делает ухты 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 комета давайте сид прорыв класс контратака нам нужно наверное поставить регенерацию к пошел отсюда размотай его давай вот так пока 1400 много ли у него хп вот в чем вопрос дофига наверное рамуха зовем пока все это происходит у меня нет ходов нам бы сейчас хилочки применить еще 200 в общем то неплохо комета держи жалко что комета не прокачана хотя бы до 2 вот уж не говорю про третий уровень все было бы здорово так рентген на всех сида убили очуметь 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 так подождите почему опять он на него то применил проклятие что за черт надо посмотреть у меня надо разобраться в этом разобраться материях может быть там на что-то стоит такое типа на всех включая и врага не знаю сида хилить обязательно и всем полечиться чему не применяют второй раз уже такое тысяча тюард давай давай так лимит живи сейчас хоть бы он не атаковал мы бы успели лечение провести ухты и полностью остановил хп вот это радостная новость вот этот мне не нравится куда ты полетел все он улетел фу блин я приготовилась к атаке думаю сейчас он положит у меня сида и мы за это вообще ничего не получили вот это печально эй ты змеи ящера ну вернись ты пи хочешь сбежать я так думаю что мы еще с ним встретимся раз он велел скорее всего так и будет бары тут целиться у него блин еще немного я бы размазал его уверена что так бы и было поток жизни пришел в норму подождите что-то не так черт да ты издеваешься это плохо главный поток поднимается приближается что-то намного больше первого нехорошо пора убираться будь все проклято в первую очередь надо позаботиться о себе никогда не знаешь когда поток прорвется ого нет времени скорей а вы не взяли с собой клауд тифа клауд убираемся отсюда боже толчки все сильнее и сильнее подожди минутку клауд доктор может нам стоит увезти его отсюда скорее всего безопаснее будет перебраться на открытую местность давайте выкатывать его ни о чем не волнуйся клауд я прослежу за тем чтобы ты попал безопасное место нет здание не выдержит поторопись да давай поехали готов клауд уезжаем клауд совсем согласен о а доктор по моему не выбежал все деревне капец айтифа эй мы не успели мы провалились чердери вот так ну те по моему наши ребятки все спаслись а вот с эти с этими с этой парочка что-то приключилось немножко не успели кто-то ее так мотает ну а где это я что произошло где клауд клауд где-то черным черного что кто-то там я не слышу темень какая-то плашная темень подожди я ничего об этом не знаю нет это не я я бы ничего подобного не сделала что она какие-то голоса начала слышать нет остановись назад кто-нибудь помогите пожалуйста это то на что-то слушать по моему клауд на помощь так а клауд чем занят и их два три обалдеть где это я клауд а откуда большой еще что такое клауд что это мы в твоем сне или это твое подсознание ты что-то хочешь найти клауд найти себя я могу тебе помочь вместе мы можем попробовать найти настоящего тебя но с чего нам начать с чего нам начать большой вопрос похороненные секреты желания нежные чувства о которых никто не мог узнать так это один клауд та звездная ночь на водокачке обещания которые мы дали друг другу что если все эти воспоминания были ложными ага он все еще переживает по поводу того что что он клон ворота Нибельхейма пять лет назад Сефирос прошел через эти ворота и с этого все началось это связано с Нибельхеймом точно наверное лучше всего начать оттуда так а он повторяет одно это уже ладно давай осмотримся клауд я знаю это нелегко я буду здесь с тобой ну это опять Нибельхейм туда периодически возвращаемся клауд посмотри это водокачка а там дедушкина гостиница единственный грузовичок в городе он стоит тут с нашего детства правда это Нибельхейм который ты помнишь он такой же как и мой Нибельхейм поэтому он наш Нибельхейм клауд появился так вставай пошли пять лет назад пришли двое солдат Сефирос и молодой энергичный солдат можешь рассказать снова что тогда случилось ну давай клауд соберись ну как ощущение пять лет назад я видела настоящего Сефироса в первый раз первый раз возвращаться домой спустя столько лет так ну так что чувствуешь у меня такого не будет у меня нет родного дома а как же родители вот он великий Сефирос моя мать женова она умерла сразу после моего рождения у отец ну честно говоря мне он показался очень холодным да какая разница ладно пошли я помню плохое предчувствие когда увидела его а вот и клауд а на снимке он был с черными волосами так соединили двоих нет клауд я скрывала это уже давно боялась что если расскажу тебе может случиться что-нибудь страшное но больше я ничего не буду скрывать тебя там не было клауд не приходил не Бельхейм пять лет назад а вот оно чего я ждала но клауд так и не пришел те двое кого направили сюда были Сефирос и кто-то другой угу которого мы видели да с черными волосами ладно пошли вот он ты имеешь в виду что тот солдат что пришел Сефиросом был не клауд ну очевидно нет здесь ничего нет я уверена ты должен найти ответ самостоятельно если ты не можешь то не спеши клауд не торопясь потихоньку хорошо ну он вообще что-то не торопится присел ты имеешь в виду что тот солдат что пришел Сефиросом был не клауд вот это я имею в виду так давайте еще с этим поговорим вот здесь на водокачке возможно то есть мы сейчас будем пытаться разыскать правду и воспоминания это звездная ночь так была обманом не спеши клауд не спеши с ответом продолжай перебирать все эти маленькие чувства и все вернется к тебе медленно мгновение за мгновением правильно как небо в ту ночь небо было усыпано звездами вот наше еще одно воспоминание прям действительно усыпано с самого начала хорошо попытайся вспомнить клауд так я была одета так а теперь ты ты был такой маленький и милый Сефирос однажды сказал клауд создал свои воспоминания слушая мои рассказы разве ты придумал это небо нет ты его вспомнил в эту ночь были великолепные звезды а там были только я и клауд мы разговаривали в водокачке вот почему я продолжала думать что ты настоящий клауд я все еще верю что ты тот самый клауд из Нибельхейма но ты не веришь в это в глубине своей души этих воспоминаний недостаточно что-то должно его убедить что-то он должен вспомнить клауд а что насчет других твоих воспоминаний нет не воспоминания память это то что мы осознанно пытаемся вызвать к жизни так поэтому иногда она может быть ошибочной или ложной что-то что не является воспоминанием скрыто глубоко в твоем сердце и поэтому фальшиво если бы ты только мог достучаться до него точно как насчет воспоминаний связанных со мной если я расскажу что-нибудь ты это не сможешь вспомнить но если ты расскажешь что-нибудь и я это смогу вспомнить то мы поймем что эти воспоминания настоящие расскажи мне о чем угодно о каком-нибудь важном для тебя случае может расскажешь зачем тебе понадобилось идти в солдаты я всегда считала что это было внезапным порывом я был в смятении я хотел чтобы на меня обратили внимание я думал что если стану сильнее кто-нибудь меня заметит кто-нибудь тебя заметит но кто кто ты знаешь о ком я так вот ты кто я почему Тифа ты что забыла о тех днях слушай я прости прости но о чем ты говоришь это когда он еще обещание давал маленький нет все нормально у тебя тогда были тяжелые времена ты была занята своими делами вполне естественно что ты не помнишь меня тогда тогда это важно для меня не хотел этого говорить но это очень важно для меня воспоминания ты хочешь их увидеть вот он третий клауд с этими воспоминаниями да хочу идем скорее эй алё идем скорее я не могу похоронить секретное желание нежные чувства о которых никто не мог узнать давай покажи нам что-то такое чего может быть не помнит Тифа или что-то типа такого очень важное для него ты знаешь куда ведет это окно Тифа хорошо я иду чье же это окно в комнату Тифы наверно точно мы у нее дома моя комната тогда тогда я был там впервые правда я только попытался заглянуть туда снаружи эй смотри клауд приехал думаешь он захочет зайти что она там переживает ты первый раз был в моей комнате точно мы жили по соседству но я не очень хорошо тебя знала я знала тебя с детства и всегда считала что мы близки раз раз уж ты так говоришь но я не помню чтобы ты хоть раз был в моей комнате Тифа всегда была в центре внимания она даже этого не помнит оказывается точно я думал все они были придурками а у нее тут толпа парней дома что вы вели себя так по детски смеялись над каждой глупостью но мы были детьми тогда я знаю на самом деле дураком был я я хотела играть со всеми но вы иногда не брали меня в компанию позже я начал думать что я другой что я не такой как эти недоразвитые дети и тогда наверное что тогда у него произошло может быть они позовут меня я надеялся на это и слонялся поблизости я был полон предубеждений и слаб в ту ночь я попросил чтобы Тифа пришла к водокачке я думал про себя что Тифа никогда не придет что она ненавидит меня это было так неожиданно я была немного удивлена но конечно мы не были так близки но когда ты уехал из городка я много думала о тебе я пыталась представить что же сейчас делает Клауд загадала удалось ли ему поступить солдаты я начала читать газеты надеюсь найти упоминания о тебе спасибо Тифа расскажи ему позже то что рассказала мне он наверняка будет счастлив хорошо а? что произошло в этот день? этот день был особенным? в этот день? а ну давай рассказывай твоя мама Тифа в этот день в этот день моя мама умерла я хочу увидеть маму так интересно в горах что-нибудь есть? я на что побежал в горы что ли? это странно гора Нембельхейм опасна там погибло много народу никто не проходил горы живым а что насчет мертвых? неужели мама прошла через горы? она пошла туда или что? я иду а пацаны тоже пошли по моему так один передумал а нет да тут двое поправились этот убежал такой да нафиг пойду-ка я домой чайку попью и Клауд пришел Клауд пошел догонять вот что произошло так я только не понимаю зачем ей это понадобилось проходить весь этот путь в общем те пацаны тоже струсили убежали а Клауд видимо пойдет дальше угу так ага я не помню дорогу которая шла Тифа оступилась я побежал к ней но не успел мы оба упали со скалы я отделался поцарапанным коленом но опа их кто-то обнаружил Клауд, зачем ты привел ее сюда? да да что с тобой такое черт возьми его же обвинили а что если бы она погибла? печать беда Тифа семь дней пролежала в коме мы думали она не справится если бы я только успел спасти ее я был так зол на себя за свою слабость с тех пор я чувствовала как Тифа винит меня я вышла из себя набрасывалась она всех подряд тогда я впервые услышала о Сиферосе я думала что если бы я был сильным как Сиферос то вот зачем он поперся в солдаты все понятно если бы я смог стать сильнее тогда даже Тифа обратит на меня внимание так вот в чем дело извини Клауд если бы я только помнила лучше что произошло тогда я бы сделала что-нибудь раньше это не твоя вина Тифа но я помню тогда нам было по восемь лет точно теперь я знаю ты не был создан пять лет назад мои детские воспоминания не были выдумкой держись Клауд еще немножко ты почти нашел настоящего себя давай снова вернемся в Нибельхейм так опять Нибельхейм хорошо я побежала за ним ну что правда где-то здесь ответ уже практически у нас в руках что же тогда там произошло то если он не приходил куда они побежали так Клауд постой куда ты? реактор к реактору реактор мака пять лет тому назад так так офигеть так он то ли ее ранил то ли он вообще что с ней сделал то эй это Клауд ой зап ты вспомнил? ой всё верно это Зак никогда пришел в Нибельхейм с Сифирасом тогда где же был ты Клауд? это тоже интересный вопрос Зак вылетела оттуда Клауд ты видел все это Я видел все Так Что за паника Вот она, Дженова А это вы, наверное, да? А кто ты? Мама, Тифа, мой город Верни, это назад Я так уважал тебя Я восхищался тобой Клауд зарезал Сефироса Вот что Клауд Это он и был Вот что произошло Обалдеть Ты был там Ты присматривал за мной Да, я помню Так, то был ты Вот они и общие воспоминания Появились Зака и Клауд Если тебе душно Почему? Чё там? Да? Чё они так быстро переключают Да, это я Я никогда не был членом солдат Я, конечно, покидая дом Растрепал Всем Блин, мне было так неловко Я никого не хотел видеть Вот он Одетый Одетый В форму солдат Пришёл вместе с ними Ну, как ощущения? Я В первый раз возвращаешься домой Спустя столько лет, так? Я Я А вон он валяется Пришёл в себя Ты Ты Пришёл Ты сдержал обещания Ты действительно пришёл Когда я была в беде Прости Я не добрался туда раньше Всё нормально, Клауд Это раненый Сиферос Прямо Как ты Что там у него такое? Руки Почему они так подолгу молчат? Так Он свалил Клауд Убей Сифероса Зак ему такой Отдал указания По-моему, без оружия Сиферос? Где мечта и Клауд? Опа Неожиданно Не трогай Да что тут все режут По друг другу Не может быть А может быть Офигеть Выбросил его Вместе с мечом Что у них там творилось? Направо Налево Все резали Друг друга В тот день Клауд Ну Пора прощаться Тифа До следующей встречи Все Клауды Сейчас соберутся В одного Наверное Куда они? Все частички Его воспоминаний Все частички Только почему-то Они в маленького Собираются У него Этот вот Огромный Огромный Который Олицетворял Что? Не знаю Душу Клауда Что ли? Так В общем Разобрались На самом-то деле Клауд Никакой не клон Он настоящий И он убил Сифера сам Клауд Ну вот Мы собрали тебя Из всех твоих Воспоминаний Тифа О Клауд Это правда ты? Да Тифа? Мы наконец Снова встретились Ты идиот Мы так переживали О тебе Что-то плохо Мы опять Клауд Ты в порядке? Голоса Они Понимаем Мы в потоке жизни Ведь так Все ждут Давай вернемся Клауд Назад К остальным Да, наверное Пойдем Тифа Пойдем домой Ну вот И мы полетели обратно Все это было Немножко странно Но все-таки Нам удалось Разгребить Такую кашу В его голове И мы выбрались Эй Йоу Ты в порядке? Тифа Эм Все на месте И Клауд Еще вот ключки Баррет Ты вернулся Я Клауд Где он? Не беспокойся о нем Он крепкий парень Баррет Я Когда я была В потоке жизни Там был настоящий Клауд То есть Не то Чтобы я его нашла Клауд Он сам нашел себя Хорошо Я знаю Я не должен был Сомневаться Но с тобой Мне не справиться Ты же типа Леди Типа Леди Люди скрывают В себе Так много Разных вещей Так много Вещей Которые они Никогда Не смогут Забыть Странная Правда Эй Тифа Забей ты на это Тифа И Он пришел в себя Простите меня Все Я не знаю Что сказать Не говори ничего Клауд Чтобы ты не совершил Ты искупил Это своими действиями Я никогда Не был членом Солдат Я выдумал Историю о том Что произошло Пять лет назад И о моей службе В солдатах Я покинул дом В поисках славы Но стать солдатом Так и не смог Мне было стыдно За свою слабость А потом я услышал Эту историю От своего друга Зака Я создал себе Иллюзию Как будто Это произошло Со мной И я продолжал Играть свою роль Как будто Это было правдой Иллюзия Говоришь Чертовски Хорошая иллюзия Физически Я не отличаюсь От любого бойца Солдат План ходжу По клонированию Сифироса Не так уж сложен Это та же Процедура Которая используется При создании Членом солдат Понимаете Но не все солдаты Просто подвергаются Воздействию Энергии мака В их тела Внедряются клетки Джиновы К лучшему Это или нет Только сильный человек Может стать солдатом Это не имеет Никакого отношения К воссоединению Джиновы Но слабые люди Такие как я Теряют свою личность Комбинация Из клеток Джиновы Силы воли Сифироса И моей собственной Слабости Вот что создало меня Все это знали Я Клауд Хозяин своего Иллюзорного мира Но я не могу Больше оставаться В ловушке Своих иллюзий Я хочу жить Своей жизнью Без всякого Притворства Ты здорово Напортачил Клауд А как по мне Никакой разницы Что сейчас Что раньше В любом случае Клауд Что ты планируешь Делать теперь Только не говори Что ты покидаешь корабль Это из-за меня Нам всем угрожает Падение метеора Вот почему Я должен Приложить все силы Чтобы справиться С этим Отлично То есть Ты продолжишь Драться За спасение Планеты Все как ты мне Всегда говорил Баррет Ну все прекрасно Ох ты Наконец-то Это признал Что Я не понимаю Мы в деле До самого Конца Ура Побежали А что это у него По тягушке Хорошо Вот теперь-то Мы Наконец Запишемся Клауд Я глубоко Проникся Твоей историей Я слабый человек Я хорошо понимаю Что ты чувствуешь Клауд Никто не знает Когда начинается Бои Так что Будем готовы Мы будем готовы Мы теперь Наконец-то Берем Давайте вот так Всех обратно Своих Привычных Уже персонажей И сохраняемся Я поменяю Экипировочку Что он хочет сказать Слушай Клауд Мы как раз Занимаемся Миссией По добыче Огромной материи Так Ну да Две добыли уже Я знаю Что это Немного неожиданно Но в Джуноне Находится Подводный реактор Насколько Мне известно Остался только он Вот так Поехали Поехать-то Поехали Но я побежала Сохраняться Поедем Это уже Следующая часть Тут так Много Произошло Разных событий Что Пора Остановиться Спасибо вам большое За просмотр До скорого Всем пока